На сухом пайке и без права пользования туалетом в таких условиях проживают жители одного из домов на улице Победы. Там начался ремонт по замене стояков. Рабочие демонтировали сток канализации, обрезали трубы с холодной горячей водой. И уже больше недели ремонтников не видели. Зачем дело стало, выяснял городской дозор. Замена стояков в этом подъезде изрядно затянулась. Уже вторую неделю, как трубы демонтировали, и дело встало. Здесь нет ни горячей, ни холодной воды. Трубы обрезаны. Канализацию вообще убрали полностью. В настоящем бездела унитазе кот устроил лежбище. А люди мучаются уже восьмой день. Вчера уже женщины из подъезда такой кипиш подняли, что невозможно, нет туалета. Можно воду принести, можно подогреть под горячую воду, но нет туалета. Это куда с ведерком-то бежать-то нам? За водой далеко ходить не надо. У соседей по площадке стояки уже сделали, но к ним не набегаешься. А ремонтники лишь кормят людей завтраками и на работу не выходят. В субботу не должны были выйти, просто не вышли на работу. В понедельник инструмент украли. Вчера, значит, почему-то нет доступа на первом этаже, где магазин к трубам. Сегодня должны были выйти, и вот обед уже и тишина опять. На первом этаже действительно находится магазин. Коммерсанты уверяют, что также не могут дождаться начала ремонта. Все сделали, все подготовили, что у нас, конечно, не было. По словам подрядчика, магазин навстречу пошел не сразу. Арендатор требовал, чтобы после замены труб рабочие восстановили еще и стены. Пока шли переговоры, недовольные жильцы буквально разогнали рабочих. Они ушли на другой объект. Пришлось набирать новую бригаду. Мы уже подняли жилы, рампы и местные видели, их все-таки застали, чтобы они это хозяйство там освободили. Сейчас у меня уже там долгят. Жителям еще повезло, что переговоры с арендатором заняли лишь неделю. Случается, что вопросы доступа к трубам приходится решать через суд. А это может затянуться на несколько месяцев. Зато теперь работы пойдут в ускоренном темпе, поскольку подрядчику необходимо уложиться в срок. Юрий Шумков, Алексей Богданов. Городской дозор.